Последняя линейка возможностей напитаться разумным, добрым, вечным или неразумным, весёлым, кратковременным, в общем, чем угодно. Первый мастер-класс называется правильно, так и положено в конце дня, несовершенный мастер-класс. Светлана Цигельевна, Ксения Герой. Приветствую всех, кто выжил в нашей чудесной конференции. И приглашаем вас на наш несовершенный мастер-класс. О чём он будет, вам сейчас расскажет Света. Да, и тут я бы сказала, да-да-да-дам. Вот он, умение гидридировать. Значит, если вдруг, хотели мы с Ксюшей сказать, вы чувствуете себя хорошо, только если вам ясно и понятно. И если вдруг, если вам, ну, вам определено, вы знаете, куда идёт тропинка и куда вы идёте по ней, и только тогда вам ок. Ну вот, то возможно, и при этом, при этом при всём, вам интересно было бы понять, что с вами происходит, когда не всё так ясно, и есть некий туман, и вам интересно поисследовать себя, когда всё наоборот, и при этом найти свой ресурс в этом состоянии наоборот. То добро пожаловать к нам на мастер-класс. У нас будет лёгкое игровое пространство, музыка, движение, ну и немножко, конечно, самоисследование в безопасных, надеюсь, обстоятельствах и обстановке. Ждём вас. Приходите. А поскольку всё живое несовершенно, то, в общем, вы попадёте куда нужно, наверное. А именно в 19-ую территорию. Спасибо. Спасибо. Я возьму вот эту штуку, у меня как-то не очень пульс закричал. Сегодня мы будем работать с вот такой вот колодой карт. Почему биометафора? Потому что мы будем работать, те, кто придут, на границе между метафорическими картами и своим симптомом. И тем, что нам, ну, как-то рассказывает, говорит тело. Это очень классная техника, вновь разработанная, уже много раз опробована. Я веду авторский курс именно по метафорическим картам. Ну, кому интересно, прошу. А это будет аудитория номер 26. Четвёртый этаж. Тупики. Или возможности. Мастер-класс Инна Ленинцева, Мария Коренева. Ура! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Да. Держи. Спасибо. Здравствуйте. Нам очень интересно поисследовать вместе с вами о тупиках. Что вы о них знаете? Какие вы там? Вообще знаете ли вы о них что-то? Как вы проживаете? И проживаете ли? Вообще, как вы с этим встречаетесь? И делать мы это планируем с помощью метафорических карт. Поэтому приглашаю. И ещё меня всё равно спрашивали, что особенно в том, что мы это делаем здесь и вдвоём. Я хотела сказать, что наше сочетание очень особенное. Мы полные полярные предсвоположности. И ведём, как мы будем вести, мы не знаем. Будет ли это тупиком или возможность решать вам? Так что вот такое вот. Спасибо. Спасибо. А решёт мы работаем в аудитории номер 31 на пятом этаже. Пятый этаж. Пятый этаж. Есть два произведения, которые называются «О любви». Одно сочинение стендавя, другое мастер-класс Галины Рязаровой. Да, выжившие, присоединяюсь. Я планирую сделать это лёгким мастер-классом. Я планирую. Не знаю, как пойдёт. Но хочу, чтобы это было немножечко так-то соприкоснуться с вашей вип-профессией. Тоже как можно это применять и не сильно убивать своих клиентов, если они вас уже достали. И, я думаю, на десерте 15 пунктов будет определение способности человека любить и принимать любовь. Но там есть на что задуматься. Конечно, это будет такой, конечно, не очень мастерский вариант, когда создаёшь, что этих пунктов достаточно работать и работать над собой. Но, тем не менее, это будут ориентиры, в принципе, для вас и, может быть, для ваших клиентов. Спасибо. Медитация как инструмент киштан-терапевта Максим Сагалаев. Музыка была вчера, и музыка должна быть сегодня. Потому что музыка, такая штука, знаете, которая нас сопровождает от петровой матери и заканчивая тем самым последним хвоздём и последним комом. Значит, это просто стойкость. Слушай, а не чё, что я туда, типа, кинул, типа, кинул, типа, кинул? Хорошо. Девочки, куда кинул, туда кинул. Так же и будет. На самом деле, я думаю, что, ну, уже теперь все присутствующие знают, что я являюсь не только киштан-терапевтом, но ещё и музыкантом. Вот, и как-то раз случилось, что, примерно, год тому назад один мой знакомый тренер, что-то мы с ним стояли, общались, он у меня наступил, говорит, слушай, Ну, у тебя же есть уникальная, всё-таки, особенность, ты ещё же музыкант. Он говорит, ну, как-то включи мозг, творческое приспособление, подумай, ну, как же мы можем, типа, соединить вместе? Ну, я честно, я долго-долго-долго думал, и потом вдруг как-то более откликнулось на мои разрешения, и меня подкинули такую штуку, которая называется музыкотерапия. То есть, оказывается, есть вполне такое направление, оно отдельное, оно даже стоит особняком в арт-терапевтических направлениях, и поэтому, на самом деле, я и понял, что вот это действие точно такое, я могу соединить и музыканты, и психотерапевта. Поэтому сегодня я хочу просто поделиться с вами, во-первых, некоторыми, там, теоретическими рассуждениями, там, про музыку, как, что, зачем, почему, и показать некоторые инструменты, которые вы можете использовать как для себя, так и в вашей работе с вашими клиентами. Поэтому всем будет интересно исполнить. Прошу. Ну, кто будет проследить в аудитории номер класса четыре, но один из мастер-класса уже определённый, так, кто-то кину, кто-то кинул. Дальше. Дальше у нас, я включил название мастер-класса и задумался, потому что первые два слова были «вменяемый родитель». Я подумал, что хорошее название, вот, для меня, ну, вот, звучит «вменяемый родитель», а всё как, вот, хороший индейец. Но, тем не менее, Андрей Кремишев Мурстин, лёг-мастер-класс, «вменяемый родитель» осознание воспитания ребёнка через осознание своего детского опыта. Доброго дня, дякую всему, что вы пришли сюда. Ну, честно говоря, у меня есть свои идеи с этого привода, но я буду орентироваться на вас, на то, с чем вы прийдете. Моя идея была в том, что перед тем, как выховывать детей, надо всё же таки с собой разобраться, и поэтому это усвідомленные родители. Тобто, я понимаю, что было со мной, и я знаю, что мне делать дальше с детьми. Вот, можем и в этом таком направлении пойти. А можем пойти в напрямку коханья, как про это говорили, в музыку, стосунки, и так далее. Тобто, приходьте, трошки поэкспериментуемо, подивимось, что у нас за вами выйдет. Сподіваюсь, что вы все же таки выйдете с каким-то, ну, с чем-то корисным для себя и для своих питячо-батьківских стосунков. Дякую. Возможно, старые родителями у вас будет в аудитории номер 18, третий этаж. И, наконец, ПДС. Проблема «Дискуссионная среда» или семинар «Диалог о мужском и женском». В диалоге участвуют Артур Кургеницкий и Ольга Кадышева. Немного по-мужецки, да? Одиноко смотрится. Я наносить, я остановлюсь одиноким в этом предстанции. Моя соведущая немножко потеряла свое время, и будет позже. Но, но, сейчас перед обедом был очень заряженный мастер-класс у меня с Сашей, и есть возможность продолжить эту вечную тему. С Сашей? Мы с тобой. Так вот, есть возможность продолжить эту вечную тему о мужском и женском, о встречах с феминностью и маскулинностью. Ведь мир, в котором мы живем, стремительно меняется, и меняются и в том числе какие-то социальные ожидания от мужчин и женщин, от этой роли, которой мы хотим и не хотим. Соответственно, тем не менее, эти ожидания есть. И то, что и в нашем обществе еще 20 лет назад было нормальной мы ожидаемостью сегодня, может считаться кем-то глупостью и сексизмом, не правда ли? Да. Поэтому я хочу пригласить вас к диалогу на эту тему, я хочу предложить к обсуждению тему мужского и женского внутрики, не о нас, и обсудить вопросы гендерной идентичности, с которыми к нам в том числе могут приходить клиенты. Так что присоединяйтесь, Евгений, все будет. Смотрите, Атурн, Атурн точно будет в аудитории номер 27. А если вы выходите по всей конференции, вместе позовем с микророчкой.